Давайте сверим телефон. Почему так происходит, Наталья? Да почему? Никто трубки не берет. Никто на прием не записывали, информацию искажают. Как-то странно. Так, номер телефона. Плюс 7, 499-207-7109. Что это за номер телефона? Вот городской номер. Вот городской номер. Смотри. Ну, это понятно, мы здесь, естественно... Это основной номер. Это основной рабочий. Я пометила, что это рабочий. Это основной рабочий, еще раз. Вы где звонили? Не брали телефон, вот они. Сколько рабоченных вызовов и в какое время? Я целый день звонила в 12, в час и в 2. Сегодня? Вчера звонила. Вчера. А вы снимаете на камеру, да? А от личного телефона? Если, что Гатя, она личный телефон не давала фиксировать. Личный телефон не снимайте, пожалуйста, Владимир Владимирович. А вы здесь на рабочем месте? А вы здесь на рабочем месте? Ну вот. Значит, если вы на рабочем месте при исполнении должностных обязанностей, значит, мы имеем право... А вы сейчас наши права нарушаете. У нас свой личный телефон снимают. Мы имеем право фиксировать, производить видеофиксацию, потому что вы нарушаете со всех сторон. Вы нас обманываете. Не записываете на личный прием. Искажаете информацию. И я вообще не понимаю, что здесь происходит. Мы фиксируем, потому что нарушаются наши права. Нам, Грана Конституции, предоставят такую возможность. 29-я статья Конституции, часть 4-я. Можете ознакомиться. А вы на личный телефон, как в должностном, не имеете право нас снимать. Это нарушение. И на вас будет составлено заявление. Вы в курсе? Я вас предупредила. Если вы будете продолжать, то мне придется написать заявление. Так, второй номер телефона. Плюс 7, 495. 695. Вот на первом дозвонились. Все, я буду... Дозвонились, мы здесь за вас дозваниваемся. Почему мы не можем... Всегда он стоит первый и его всегда берут. Названка. Приложим нашу распечатку. Еще очередное заявление за бездействие будет написано. Если вы хотите таким способом взаимодействовать с жителями района, то давайте мы таким способом будем взаимодействовать. Это номер, который указан в общественном. Вот первый номер. Мария Владимировна нам давала номер телефона. Трубку она не поднимает. Что это за телефон я хочу? Это ее личный сотовый, рабочий, 915 который. 058 22 23. Вот основной номер, вот его на работе. Ну, у вас на сайте указано еще плюс два телефона. Они также рабочие. А где они находятся? Вот этот номер основной номер. Он единственный. У меня еще есть 495 692 39 94. Действующие номера здесь не установлены. Странно, а вы их нам давали, Мария. А, те, которые нам Мария Владимировна давала, 915 058. А, это телефоны приемные в дуне. 42 23. Еще раз. 8, 495 058 22 23. Нет, 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 692 54 77 и 692 39 94. 692 39 94 это где номер телефона? Государственное время. Приемное. Да. Так, а еще какой вы номер продиктовали первый? А вы мне повторите, я вам подвержу. 94 у меня записан, а другого номера нет. Вы продиктовали 2. Назовите тот, который я не продиктовала. 495. Плюс 7. 495. Так, 692. Угу. 54. 54. 77. 77. Это государственная дума, да? Да. Что за номер? 915 359 на 2 91. Я вот вам три номера называла, те, которые рабочие, официальные. А вам по какому номеру? 499 207 7109. Вы же сейчас в два раза при ней прозвонили, я взяла там номер абсолютно рабочие и все. И вы не знаете, что за номер? Плюс 7 495 692 50, пожалуйста. Вы сегодня с какой целью пошли? С той же самой. С той же. У нас та же самая цель, у нас театра нет. Александра Евгеньевна, мы с вами в прошлый раз. Я приняла ваше обращение. Ну и что толку? 17 числа. А где ответ? А где ответ? Ну, по законодательству, в течение 30 дней вы получите ответ на тот оболенский ящик, который был указан в заявлении. У нас в обращении. Так, а что направлено? Давайте мы будем писать еще это заявление, потому что вы направили то, что мы не просили направлять. Почему? Вы же обращение подарили. Какое обращение? Только с которым вы пришли. Угу. Так. И слышите нас? Или не хотите даже общаться? Вы объясните, пожалуйста. Еще раз я постараюсь над теми на все время, для того, чтобы вас помочь. Зачем вы в префектуру направляли, когда вчера Дмитрий Анатольевич сказал, что он на стороне префектуры, он на стороне управы, и они закрыли театр, и театр больше не будет. Зачем вы в префектуру направляете? Зачем вы нам замыливаете глаза? Вы же, получается, в открытую. В префектуру создают такие кучи деятельности, что вы что-то делаете. Но в самом деле это все просто пыль в глаза отпускаете. Я вам еще раз сказала, что он поддерживает префектуру, он поддерживает управу. Он вообще за уничтожение театра. Театра больше нет. И хорошо ему. Я так поняла. А мы все свиньи, как он сказал. И не люди, к нему обращаемся. Он нас не запишет, меня лично не запишет. Я уже составила заявление за оскорбление, а также, чтобы проявили проверку на правопригодность, и обратились, соответственно, в Государственную Думу о его снятии с должности. Я обязал председателя комитета по культуре, потому что он оскорбляет женщин, позволяет себе такое отношение хамское. Наши заявления в связи с тем, что в сентябре 2024 года закрылся единственный драматический театр в районе Отрадное, который более 30 лет посещали как дети, так и взрослые, в связи с тем, что наши дети лишились возможности получать конституционную гарантию, духовно-патриотическое воспитание, а также заниматься творчеством и культурно обогащаться. А родителям уже более месяца, уже два месяца, уже более двух месяцев, в ноябрь месяц начался, приходится отвозить детей далеко за пределы района, не имея возможности сводить их в театр, который находится в шарковой доступности, требуя в срочном порядке принять меры по восстановлению театра в районе Отрадное, и создать все условия согласно социальным программам, утвержденным правительством Москвы. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, наш запрос о принятии мер. Вы зачем запрашиваете по театру МЕЛ информацию? Мы этой информацией владеем, в отличие от Дмитрия Анатольевича. Мы же вам объясняем. Принимайте. Так вся информация есть в сети интернет, почему вы не можете открыть, раз вы нас туда постоянно отправляете, в эту сеть интернет, открыть сайты судов и посмотреть, какие вообще проходят сейчас по театру МЕЛ заседания. Если эта информация вам была бы... Про МЕЛ говорила или про какой-то другой театр? Слушайте, ну вы как будто с Луны свалились. У нас закрыли театр МЕЛ, у нас вообще театр нет. Нам надо восстановить театр на районе. Театр полностью ликвидирован, который 30 лет делал добро жителям района, людям, понимаете, это одна проблема. Вторая проблема, связанная с этой же, она вытекающая. У нас нет вообще театра никакого. Закрыли единственный, последний театр в районе Отрадной. МЕЛ, КОПОЙ. Все, спасибо. Вы закрыли, вы лишили людей возможности культурно обогащаться. Молодежь, мы вам сколько времени посвятили, вам это объясняет. Вы зачем про МЕЛ спрашиваете то, что мы и так знаем? Вы что, у вас спросили, расскажите нам про МЕЛ? Зачем вы запросы совершенно не по существу отправляете в префектуру? Чтобы нам получить ответ не по существу, вы этого хотите и наполняете в рамках. А вот закрылся единственный драматический театр. Поясните мне, пожалуйста, я не очень понимаю, о каком тогда единственный театр? Смотрите, какое. Требую создать все условия и принять меры по восстановлению театра в районе Отрадная. Привлекайте МЕЛ, используйте все свои возможности, привлекайте какие-то другие театры. Все, что хотите, но верните нам театр. Дмитрий Анатольевич сказал, что 4 года занимался. Он нам заявил, что театр закрыли по ЖКХ, но это бредятие. Исполнительное производство идет из-за того, что театр допустили до конкурса. Мы же вам тоже это объясняли. Почему вы не владеете информацией? Почему вы у префектуры запрашиваете то, что вы и так должны знать? Что вы запрашиваете? В мою общественную приемную. Обратилась еще по вопросу, связанному с ситуацией, сложившейся со слов заявителя вокруг. Вы говорите, нужно другое обращение. Давайте исправим эту... Ну, исправлять нам меры, нам театр нужно. Для этого нужно ваше обращение. Ну, вот у нас есть обращение. Почему вы на это обращаете? Вы говорите, что... Мое обращение, оно актуально. На него не составлен соответствующий запрос по существу. И на Владимиром. Что вы считаете соответствующим запросом? То есть какая формулировка? Ну, зачем вы запрашиваете про театр МЕЛ, когда мы... Лучше вас это знаем. Какая ситуация с театром МЕЛ сложилась? Какая формулировка должна быть? Вы можете... Это вы должны мне сказать. Это вы должны обратиться в департамент, может быть, имущества города Москвы для того, чтобы предоставили помещение. Может быть, вы должны обратиться в соседние районы, ближайшие к району от Ранной, чтобы какое-то помещение выделили. Это одна проблема. Переселить театр, не выбросить на улицу, но это свинство. Вот это самое настоящее свинство. Не то, что мы бегаем по роге, оббиваем за театр, за нашу культуру, за наше достояние. Понимаете? А свинство выбросит театр и актеров на улицу. Все 30 лет, которые они нам посвятили. Который нам приносил добро, приносил пользу, просвещал детей, людей. Ну, давайте тогда вы напишите... Ну, сколько можно писать? Вот я написала. Не имея возможности сводить их в театр, детей, имеется в виду, которые находятся в шаговой доступности. У нас нет театра в шаговой доступности. Мы должны куда-то ехать. Как можно сейчас час тратить на дорогу, куда-то везти детей? Но это вообще нереально. Культурно обогащаться жителям района от Ранной стало недоступно. Театр Вернити, который бы работал в шаговой доступности. Вы эти задачи должны развить, наверное, на составляющие, чтобы решить их оперативно. Я вот о чем говорю. Давайте вы оставите те документы, которые считаете нужны. Давайте, вот я вам по судам подготовила, чтобы Дмитрий Анатольевич не идет с ахинеей, что театр закрыли из-за того, что театр не уплачивал услуги ЖКХ. Услуги ЖКХ театру выставила управа после того, как театр допустили до конкурса, и то не на законных основаниях, потому что социальные программы театр продолжал осуществлять. И по условиям договора обязанность по уплате ЖКХ была возложена на управу. Почему он говорит все наоборот, ровно, вот у меня документы, вот у меня сейчас судебная практика Инарина Владимировна. Вот сейчас, смотрите, к вашему сведению, к сведению Дмитрия Анатольевича, я надеюсь, до него будет все-таки донесена не искаженная информация, а правда. То, что на самом деле произошло с театром, суть спора о признании незаконным бездействия управы, это о том, что в 1924 году помещение вообще не участвовало в конкурсе, то помещение, которое снимает театр. Понимаете, это бездействие, был подан иск театра на управу. Дата слушания 14 ноября 1924 года в 13 часов 20 минут. Это предварительное судебное заседание. Состоится в арбитражном суде города Москвы, судья Аксенова назначена. Это первое. В 21-м выиграла наша отрада, но замечаний по социальной программе к нашей отраде нет, хотя программы самой нет. Мы ее не можем получить. Нам почему-то глава управы на этой неделе на личной встрече сказал, что это интеллектуальная собственность. Какая может быть интеллектуальная собственность, когда они социальные программы предлагают жителям? Жители вправе знать, что им предлагают, какую им культурную программу, социальную программу предлагают. Программу театра мы знаем, мы ее видим, мы ее всю изучили вдоль и поперек, и нам действительно эти спектакли показывались. Программу нашей отрады мы не знаем. Причем у конкурсной комиссии в 2021 году возникли замечания именно к программе театра МЕЛ. У нас есть основания предполагать, что театр уничтожался преднамеренно и уничтожался именно при участии в том числе и Дмитрия Анатольевича. У нас есть и основания полагать. Он вчера буквально об этом заявил, понимаете, что 4 года он этим занимался. Он чем занимался? Уничтожением театра как раз 4 года и театр боролся за свои права, понимаете? Это не с моих слов, это со слов Дмитрия Анатольевича. Я вчера была, честно говоря, вообще ошарашена его отношением к людям. Просто безобразное. Я к нему ворвалась в гримерку. Волная про него. Я зашла, спокойно сидела. С этими бумагами подошла, спросила, передала. Все. И никто мне не сказал, вы не на месте, вы не там, вы не сям и уходите. Я передала. Пару слов мы друг другу сказали и все, я ушла. Ничего было, все спокойно. Он вчера мне заявил, что я там ворвалась в чью-то гримерку. Да я даже не знаю, где его гримерка находится. Там общее помещение перед сценой. И там же вчера на концерте в Низде глухаря. Тоже приперлись. Вы понимаете, как депутат наш выражается? Мы приперлись. Значит, второе судебное заседание. Я вообще все это оставлю, чтобы вы ознакомились, чтобы люди понимали, о чем идет речь. И почему-то депутат не владеет информацией полностью, а слово совсем. Он не знает вообще, что там происходит. Или он дал команду. Уничтожить любым способом, что ли? Так у него же есть своя школа. Школу почему-то мелок уничтожили театрально. Для чего? Видите, что ли делают за наш счет? Что происходит? Видите? Да. Да это наши жители собрали. Вы просто передаете на СВО. Видите, что мы видим? Вы за наш счет существуете и чьи грина для нас не делаете. Вот мы видим, Инна Владимировна. Не стыдно вам? Это что, личные средства Дмитрия Анатольевича? Сильно сомневаюсь. Он ни копейки, наверное, не вложил. Или пусть покажет. Я уже ему не верю. Он полностью утратил доверие. Как вы своими ответами, как вы нас записываете там и не перезваниваете. 18-го. Вы же нагло собрали, что 18-го вы нам предлагали запись. Вы сказали, что полная запись. У нас есть видеофиксация, что вы говорили 18-го, все уже занято. А Марьян Зуфаровна, когда звонила, вы сказали, что мы вам 18-го предлагали. Зачем вы врете, Инна Владимировна? Вы что думаете? Это вранье не вскроется? Зачем вы это делаете? Да мы и с этим пришли. Это тоже наша боль. Вы наша боль. Уже стали не нашей помощью, не надеждой. Понимаете, Инна Владимировна? Я думала, у нас управе проблемы нет. У нас еще и депутата Государственной Думы нет, оказывается, по факту. Он в концертах весь бастролит. Люди приходят. Мы ошибку совершаем, обращаясь к нему. Это как вообще, Инна Владимировна? И вы тоже врете, что 18-го? Какие личности? Вы сказали, что 18-го вы нам предложили запись. Но это же неправда, Инна Владимировна. Какая-то личность. Почему вы так говорите? Почему вы у нас не записываете? Скажите, когда у нас прием. Сейчас, когда у нас прием, скажите, у Дмитрия Анатольевича. Дата неизвестна. Вот. А 18-го почему вы сказали, что у нас записали? Но на записи у нас зафиксировано, что 18-го вы нам здесь, вот когда Иисус Богодорч был с нами, не предложили 18-го прийти, потому что у вас была плотная уже запись. Все было расписано. Обещали сообщить, и не позвонили. А потом выяснилось, что вы вообще не перезваниваете. Почему вы вот это вот юлите? Что вы скрываете, Инна Владимировна? Скажите правду. Не хотите заниматься? Ну, тогда освобождайте места, если вы не хотите решать наши проблемы. Мы пишем правду. Вы запросы делаете вообще совершенно по-другому. Второй суд будет 25-го заседания суда ноября в 17.50. Об обязании освободить нежилое помещение будет рассматриваться ходатайство о приостановлении исполнительного производства. В настоящее время удалось приостановить производство исполнительное. И имущество театра МЕЛ не вывозится. Судья Гавмулин право подала на театр МЕЛ об обязании освободить нежилое помещение. Создать ничего не создали. А уничтожить вообще? Вы для этого работаете здесь? Или для чего, Инна Владимировна? Скажите, пожалуйста. Это что, личное? Это мы на личное переходим? Это общественно, Инна Владимировна. К вашему сведению. Ничего личного. Да, мне тоже важно, чтобы мои дети ходили в театр. Не куда-то там мотаться. В центр или еще куда-то в другой район. В нашем районе он был. Почему вы его уничтожили? Вы своим бездействием и халатным отношениям тоже приложили руку к уничтожению театра. Это мое личное мнение. Понимаете? И своими вот этими вот непредоставлениями достоверной информации. Сегодня так, завтра у вас по-другому, послезавтра еще что-то новенькое. Вы нас уведомите, мне в глаза скажите, по телефону, когда будет личный прием. И нам каждый день звонить. И не дозваниваться, и приезжать. Подождите, вы сейчас при мне дважды звонили, телефон звонили. Почему вы приехали? Вы же сказали, что вы не звоните. Вы обещали, но уже нет уверения. Понимаете? Вы хотите, чтобы я у вас приняла какие-то документы? Да. А коммунитарную помощь Инна Владимировна собирают жители, да? Поняла, я это правильно понимаю? Конечно, жители. Почему вы тогда не пишите, что это от жителей? А жители вкладываются, а Лавра себе депутат присылает. Правильно? Да не буду я на обламке. Значит, я могу у вас эти документы принять. Не нужно их приложить. Скажите, мне старое распечатаем, и тогда от сегодняшнего часа. Нет, не от сегодняшнего. У нас старое. Ответите мне по существу, буду приметать вас к ответственности. Ответьте сначала. По сути поставленного вопроса. Артисты, просто артисты. Театр отдыхает. Зачем нам театр на районе? У нас свои тут артисты есть. В депутатах затесались. Третье у нас. 170, 200. Это обзыскание задолженности. Это управа подает. А встречное исковое об этом обзыскание неосновательного обогащения. Тоже в театр АМИЛ поступило в адрес ответчика управы. И это заседание состоится 28 ноября 24 года. В общем, вот все документы, Игорь Владимирович, я передаю по судам. Вот в этой папочке. Вчера такую же папочку ровную передали Дмитрию Анатольевичу. Ну, я вечно в группе, он отказался принимать документы. Я принимаю крайне поданного обращения. Принимайте его. Принимайте на театр в район от Рады. Конечно, театр АМИЛ надо останавливать. Можно как две параллельные, можно как одну задачу объединить. То есть, это сложно объединить в одну задачу. Разделите на две подзадачи. Зачем надо все вмешать в кочеве, не решить ни одну задачу. И сказать, ой, как сложно, ой, мы не можем это сделать. Так не надо нам. Мы нашли театр на Алексеевское помещение. Но это опять решает вопрос театра МЕЛ. Но не решает вопрос жителей района от Рады. Потому что у нас нет театра, понимаете? У нас все равно нет театра. Если вам удастся объединить, будет здорово. Лучше всего вернуть то помещение от нашей от Рады и предложить другое, взамен провести конкурсы. Точно так же все сделать в раках и законодательствах. Давайте листочки, я быстро заявление напишу. Пожалуйста. Нет, мне чистый, дайте, пожалуйста. У меня есть чистый. У нас все, не надо. Спасибо. А чем этот не подходит? А, это бланк. Я на бланк не хочу. По-честному, спасибо. Ну, вы не забудьте, пожалуйста, сказать, вот эти все дамы, на которые ушла. Ух, не забуду! Ты меня никогда не забудешь. Никогда не увидишь, хотелось бы сказать. Но, к сожалению, так не получается. Нам тоже не доставляют удовольствие общаться с депутатами, которые не испытывают уважения ни к жителям, ни к людям вообще. Наплевать, если ты относится к нам. Никакого удовольствия. Так и хочется спеть. Ты меня никогда не увидишь. Но приходится бороться за свои права. Нет, чтобы сделать все полно, по-человечески. Зачем надо было уничтожать театр? Я вообще не понимаю. Это только в рамках конкуренции можно было сделать. В рамках конкуренции со школой, Дроздовой. Инна Владимировна. В ноябре точно будет прием. Митя Анатольевич проводит регулярный прием. Регулярно раз в месяц, да? Регулярно. Регулярно. На основании какого графика? Твоего? Свините, я сейчас приняла обращение. Так Александра Евгеньевна пишет, а мы с вами общаемся. На основании чего? На основании какого графика формируют дату приема? А можете зачитать? Значит, первое заявление. Требует в срочном порядке ознакомить меня с графиком личного приема на ноябрь 2004 года депутата Певцова. Регистрируйте, пожалуйста, верхний левый угол. Номер входящий. Второе заявление. Требует в срочном порядке принять меня на личный прием в ближайшие дни по вопросу. Закрытие театра в районе Отрадное и нарушение конституционных гарантий жителей района на творчество, патриотическое воспитание и культурное обогащение. Ответ предоставить в течение трех дней, письменно и по телефону. Так, третье заявление. Требует разъяснить, какую помощь депутат Певцов показал театр умел за последние четыре года. С его слов. Ответ предоставить письменно в течение трех дней. Ищем так. Так, вы, пожалуйста, копии регистрируйте. Зарегистрируйте, но он не работает в компьютерном напряжении. И на Владимира. Серьезно? Сторой, как мир. Включайте. Включайте. Ну, так у вас не ломается ничего? Нет, у нас не ломается ничего, я на Владимира. Ну, может, одеть напряжение. Ну, давайте, тогда пишите сами. Нет, давайте, пусть дети в регистрируют. Что будем делать? Мы сейчас Госдуму отвезем. Ну, вы либо вырегистрируете, мы либо туда отвозим, там нам регистрируют. Как хотите, Владимира. Давайте будем сидеть. Уже смешно просто. Депутатам, Госдуму. Мы сейчас по электронке отправим, они сегодня у нас все равно уйдут на электронный адрес. Госдуму. Где кто только что, я знаю? Вы думаете, что? Мы на вашу праву не найдем? Найдем. Если вы не хотите работать, заставим. Не можете, научим. Обращайтесь, будем помогать. Не надо сами в эти игры играть. Четвертое заявление, да, читаю. Значит, требую разъяснить, на каком основании префектуру СВАУ был направлен запрос депутатский за номером 4-21-56-9-MD от 17 октября 2024 года не по существу поставленного мной вопроса по моему заявлению 12-28 от 16-10-24. Провести проверку и принять меры. О принятых мерах сообщить письменно в течение трех дней. Четвертое заявление. Так, пятое заявление. Это на имя кого написано? Певцова. Пока Певцова. А потом будем с Певцова спрашивать. Заявление. Пятое. Требую ознакомиться со всеми материалами судебного производства по театру МЕЛ, которые были предоставлены помощнику Грииновой и Невладимировой сегодня, 2 ноября 2024 года. И сообщить об этом письменно в течение трех дней. Раз он не хочет изучать добровольный материал, раз он сам соедолженностные обязанности не хочет выполнять. И шестое заявление. Это депутату Государственной Думы Певцова заявление. Требую принести публичные извинения директору театра МЕЛ за нанесенное оскорбление 1 ноября 2024 года, около 21.00 по адресу Цветной бульвар, дом 30, город Москва. Сообщить в течение трех дней. Письменно. Ну, разберется, почитает. Дисковые заявления. Мы же ему принесли, он же не захотелся ознакомливаться. Когда его просили. Так, сейчас требуем. Еще будет забыв? Да, еще будет. А вот ваша забывчивость. Добрый день, а вас когда вы... Нет, нет, нет. А когда вы комментарии прочитаете, что вы выпишите? Пожалуйста, а как можно записать в комедии на личный прием? А вы думаете на личности переходим? Мы никуда не переходим. Это вы зашли слишком далеко. Мы думаем. Ну, как вы можете осознать? Потому что безнаказанности, лично безответственности. Я же вам предлагала, вы отказались, вы сказали, что можно в другое время. Как это вы нам предлагали, мы отказались? Да. А вы что нам предлагали, напомните? Я вам сказала, что прием будет в 18, вот ближайший прием прошел в 18 веке, а вы у меня были 16 приезжие. Что вы нам предложили прийти на прием? Да. А, вы серьезно? И вы отказали, сказали, мы не придем в 18 числа? Вы сказали, что, да, вы сказали, что возможно в другую, там, то есть вы не дали подтверждение, что вы хотите в 18? Инна Владимировна, мы когда приходили, мы озвучили, что мы хотим, прикидывая прием в 18 числа, вы нам сказали, что у него полная запись. Он принимался в 4, насколько я помню, до 19 часов. Вы еще обещали нам перезвонить, насколько я помню. Если будет место, вы же сейчас подтверждаете, что вы вообще отказались, приходили в 18 числа. А в 18 точно был прием? Я не понимаю ничего. Был он прием в 18 числе? В Дмитрия Анатольевне, Инна Владимировна. Он 9 стрелок. На прием у Дмитрия Анатольевича. А вы сказали, что у него полная запись. Не отвечает на вопрос. Да боятся обманывать, это хорошо. А, кстати, Инна Владимировна, а где вы нас записали на прием? Покажите, пожалуйста. Я не понимаю, что 2 ноября, а как я об этом узнаю? Если вы не перезваниваете, я его пропущу, этот прием. А как понять, когда Дмитрий Анатольевич будет принимать? Вы не перезваниваете. А почему вы не перезваниваете? Инна Владимировна, а можно посмотреть, где вы нас записали на прием? Конкретно где? К вам же жители приходят? Которые хотят... Ну, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос. Вы нам просто сообщите, где мы записаны на личный прием. Как вы это фиксируете? Фиксируем в обычной таблице. А можно я посмотрю? Почему? Ну, это мое рабочее место. Ну, мы же должны хорошо распечатать, пожалуйста. Я не буду ничего распечатать. Потому что нет ничего, да? Почему? Потому что если бы было, вы нам показали бы. Ну, вы же тоже сегодня звонили и не звонили. Что я не звонили? Да я вам каждый день буду звонить. Каждый день. Каждый. Я могу познакомиться. Если вы не будете отбирать трупа, мы будем приезжать с полицией. Давайте так. Потому что вы отказываетесь работать, вы понимаете? Вы получаете зарплату. Смотрите, мы сейчас на личном приеме. На личном приеме мы можем задать личный вопрос. Вы обязаны нам предоставить устный ответ, если... Я вам устно говорю, я записала себя в таблице на рабочее место. Покажите, пожалуйста. Почему вы не можете нам показать? У нас уже нет к вам доверия. Потому что там есть данные других заявителей. Вы не показываете? Нет. Что нет? Наши данные покажите. А мы просим, даже не могу показать. Те прави очень небольшие. Я ответила на ваш вопрос. Вы зарегистрировали. Вы не ответили. Вы зарегистрировали когда? Все, когда будет ближайшее время, вы будете приглашать. Я вообще никак не ожидала такого от вас. Запрос был сформирован не по существу. На прием к депутату Певцова мы не попали. 18 числа вы нас уверяли, что там все плотно. А потом оказалось, что мы сами отказались. Это вообще что-то, какой-то ноль здесь. Чисто это позор. Так. Папочка я вам оставила? Да. Я надеюсь, вы Дмитрию Анатольевичу передадите и донесете до него. А может мы заявление, написавшим, просим предоставить график? Ну, где нас зафиксировали? Нет, нас как записали на прием? Ну, пусть он ответил за график, а потом уже следующие запросы. Мы так сегодня 8 запросов оставили заявление. 8 заявлений. И последнее заявление Майина Владимировна. Ну, не пускай. Которая 18 числа сказала нам, предоставила заведомо ложную информацию, что 18 был полный график. А потом сообщила, что мы отказались. Инна Владимировна, указывайте, пожалуйста, что жители района... Хорошо, мы учтем ваши пожелания. От жителей района и команды депутатов. Потому что команда депутата сама по себе жители района, сами по себе брошены на произвол судьбы. Все, 8 заявлений. Благодарю. Инна Владимировна, мы первые в списке на личный прием на запись. Работайте лучше, заявление будет меньше. Да, хорошо. Я, Инна Владимировна, мы первые в списке. Ответьте хотя бы на один вопрос Инна Владимировна. Раз уже мы отказались от 18-го часа, я надеюсь, что мы первые, Инна Владимировна. И вы нас услышите. Но мы первые там. Отвердите просто и все. Так и будет, как вы говорите. Я надеюсь. Уже не знаешь, верить или не верить. Все актеры, все депутаты, все артисты. Можно верить. На хрена тогда идти в депутаты, если не хотите, и работают. Помощники депутатов. Работайте, никаких претензий к вам не будет. Нет. Сформировали запрос даже, вообще непонятно. С какого кипра бы такой запрос формировали Инна Владимировна. Как на всякий депутат, и на Владимировна. Ну, на этот вопрос ответит. Отнять это не надо. Разрушить разрушение. А куда вернуть тебя? Вы, если кто-то, если кто-то вам засветкать. Я знаю, не одинаково. Когда вы будете реальными действиями, они не приняты. Всего доброго. Приходите. Никогда. Подоложивайте. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Я очень рад. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok